70 лет со дня окончания Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, тем самым обозначив конец кровопролитной и жестокой войне. В мурманске память погибших почтили у монумента защитникам Заполярия. В церемонии приняли участие гости из Китая. Во Второй мировой войне, которая длилась 6 лет, участвовало 61 государство. Потери Советского Союза огромные – 27 миллионов человек. Их подвиг навсегда останется в памяти потомков и, конечно же, очевидцев-ветеранов, таких как Лев Васильевич Журин, который 17-летним рядовым автоматчиком принял непосредственное участие в победе над Японией. Тогда в борьбе с императорскими войсками СССР помогали китайцы. И очень приятно видеть, что это огромная страна, мощная страна, гораздо мощнее, чем хваленные Соединенные Штаты. И я думаю, пока мы с ними будем в дружбе с Китаем, никакие враги нам не страшны. Тема дружбы с китайским народом не случайно стала основной на торжественном митинге у Алеши, где присутствовали гости из Поднебесной. Сейчас на морвокзале пришвартован Тримаран, Циндао, Китай. Экипаж собирается установить новый мировой рекорд, впервые в истории мирового яхтинга, пройти российскую часть Арктики исключительно под парусом. То есть преодолеть северный морской путь от порта Мурманск до бухты проведения на Чукотском полуострове. Я уважаю Мурманск за его роль в истории Второй мировой войны. Знаю о потерях, которые понес город. И сегодня я рад находиться здесь. Для меня это великий момент присутствовать на героическом месте. Пока глава государства находится с визитом в Китай, представители областной и городской власти региона тоже налаживают международное сотрудничество с Поднебесной, с экипажем яхты, которая отправится покорять северный морской путь. Очень символично, что в Мурманске, как в городе интернационального братства боевого, сегодня мужественные люди уходят северным морским путем для того, чтобы соединить Европу с Азией. И я хочу пожелать им успехов. И вот лучший метод избежать войны – это дружба, сотрудничество и взаимопонимание. Митинг у монумента защитникам Заполярья закончился минутой молчания и традиционным возложением венков. Экипаж яхты Циндао отправится в путь 3 сентября. Кстати, в Китае эта дата – аналог нашего 9 мая. Ведь день победы в КНР – это день безоговорочной капитуляции Японии в 1945 году. Субтитры создавал DimaTorzok